Группа Ищут и партнеры представляет Ездили за грибами и заодно нормали веточек березовых Вот такие веточки для изготовления веников для баннервали Сегодня у нас 1 июля То есть вообще как говорят старики после троицы 2 недели выдержать И после этого можно лес окрепнет и можно рвать ветки для изготовления веников для бани березовых Теперь начинаем обрабатывать эти ветки Ветки побольше, где-то примерно вот такого размера Хорошо ты видишь, хорошо показываешь Вот такого размера мы укладываем вот сюда Ветки поменьше, вот такого размера Кладываем другую почву Для чего это нужно? А мы узнаем чуть позже Вот так Вот эти тоже Вот эти тоже можно обрабатывать Они у нас пройдут Отходы выкируем Это пока не будет Вот так Поменьше Сюда Побольше Вот сюда Хорошо видно так? Хорошо снял это? Так и набираем определенное количество веток Это пока маловато для веника Убираем определенное количество веток Какое мы потом посчитаем? Сейчас я пока это делаю на глаз А потом когда на глаз будет веник готов Мы потом его сложим и посчитаем Сколько примерно должно быть веток в этом венике Существует очень много способов вязания веника Но это вот один из способов, который не показает Ну, свет Примерно Вот такой объем оборванных веточек С вот этих тонких стволов Видно хорошо, да? Вот такие примерно объемы Нужны нам для изготовления хорошего банного веника Ну, по такой По простой технологии, скажем По старой Все, значит, теперь начинаем операцию Я уже часть веток уже подготовил Значит, берем ветку Обрываем вниз И укладываем примерно В таком порядке Значит, хорошо обратить внимание на то, что Вот у листочка есть Как бы наружная часть, которая смотрит на солнышко И которая Обратной стороной к солнышку Значит, надо укладывать в одном порядке Или же Вот более зеленой частью Или же вот наоборот Вот этой частью В любом порядке Это не имеет значения Но главное, чтобы ветки Лежали У нас вот так вот Зеленой частью кверху Более зеленой, скажем Более зеленой частью кверху Значит, вот еще хочу обратить внимание Смотрите Вот вроде бы пушистая ветка Но, смотрите Она в трех проекциях Надо одну проекцию убирать Чтобы она была в одной плоскости Вот так Она должна быть плоской Зеленой частью кверху Сейчас еще раз покажу, чтобы вы поняли Одну секунду Подберу ветку А, ну вот Вот ветка Вроде пушистая Обрываем Но Вот эта часть Она в дальнейшем будет Торчать Винник будет некрасивый Поэтому, чтобы Делать более плоским Вот эту часть обрываем И видите, как в одной плоскости Получается Убираем Стараться Чтобы Вверх У нас не вылазили И вот эти Ну, видите, пожалуйста Вот эти Вот эти Листочки Которые вот здесь тоже Стараться убирать Чтобы они не были Вот здесь Это будет у нас Сейчас В дальнейшем Будет ручкой Вот эти Убираем Убираем Слоскость Словная Приводность И Зеленой Частью И так далее Большие ветки Мы обработали Вот то, что у нас Получилось Видите Тот огромный Объем Который оказался Вот Все, что осталось Теперь займемся Мелкими ветками Так как они Все примерно Находятся В одной плоскости Их можно Чуть-то быстрее То есть Вот так Немножко Выравниваем И они В формировании Видно Такой большой Роли Как Больше Есть Немножко Зачищаем Зачищаем Ну переведи сюда Показывай Как это зачищает Что же там Остановится Вот Вот Наши Листочки Немножко Убираем Я заранее разделил наш веник, не до конца сделанный веник, на две части. Видите, вот так он был, где я его разделил, здесь получается внутри более плоские части, а снаружи попушистыми. Теперь наоборот, пушистыми частями мы положим друг к другу, а более плоскими наружу у нас получается вот такая штука. Вот так, удаляем остатки, маленькие ветки берем, тоже примерно берем пополам, берем пополам и укладываем их сюда. Так и так. Удеваем остатки, которые перемещаются. Примерно по толщине получается, значит, у нас больших веток получил где-то 70-60 и маленьких где-то 50. То есть веник состоит 50, 70 и 120 веточек. Вот видите, пока вот так заранее приготовил веник. Но мне, честно говоря, вот такая детка не нравится, я предпочитаю конопляного. Но на данный момент нету, поэтому вот такой ниткой плотно перематываем прям под самыми листьями. Здесь перематали. Завязываем. Теперь вот эту часть, ну, вот эту часть обрезаем. Обрезали. Теперь, во времена наших дедов, какого не было, обыкновенную канцелярскую резинку я беру вот эту, для того, чтобы более плотно конец. У нее ручка веника была. Есть еще парочку. Эту даже можно вот сюда сместить поближе, чтобы под листьями тоже веник. При усыхании ветки будут уменьшаться в объеме и будет веник такой упрогий поджиматься. Вот здесь тоже самое мы сделаем. Вот так. То есть она при усыхании будет очень аккуратная ручка. Можно здесь чуть-чуть еще. Разжимки покрасивее. Ставлю. Ну, вот так. Вот так вы веник. Веник готов. И все. Ну, если так можно выразиться, свой мастер-класс я провожу для стесненных городских условий. Значит, это вот из обыкновенной скрепки канцелярской. Я подвешиваю веник на сушку для белья. Обязательно его надо накрыть. Он не должен подвергаться прямому воздействию солнца. Все, через неделю с этим веником можно будет идти по рецептам. Субтитры создавал DimaTorzok